здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков впрочем мои зрители уже наверное об этом знают и устали уже это знать я давно не снимал никаких видео лекций очень насыщенный рабочий процесс много студентов много групп много персональных занятий тренировки и консультирования по питанию по спортивным нагрузкам по восстановлению ребят которые попали в невротическую проблему которые восстанавливаются от этого нужно консультировать дальше по спортзалу по питанию что всевозможным другим направлениям давно ничего не снимал поэтому сейчас мы с вами устроим такие такую некоторую дружескую беседу в кафе я буду пить кофе написал себе основные тезисы которые я хочу сегодня с вами обсудить лекция будет очень большой объемный потому что по большому счету это можно было разделить на несколько лекций но ввиду моей острой нехватки времени я не смогу снимать часто ролики поэтому сниму сейчас один большое вы его смотрите уже там частями или как-то сразу значит сейчас я этот ролик будет как и для новичков так и для уже людей работающих со своим психотерапевтом или психологом я постараюсь чтобы он был полезный для всех поступают много вопросов на спрашиваю там почти 8000 отвеченных еще четыре с половиной тысячи не отвеченных там конечно некоторые вопросы повторяются сегодня выписал для себя основные вопросы которые будут вас для вас полезны обсудим мы сегодня тему для новичков это симптомы потому что очень много вопросов по именно симптоматике а это невроз а это может быть невроз а это может ли быть из-за невроза да то есть вот такие вопросы они очень очень часто фигурирует я хочу пробежаться по симптомам как телесным так эмоциональным так и поведенческом чтобы у вас не было вопросов невроз ли это или не невроз а как понять там я расскажу сегодня да об этом все в том числе еще раз я расскажу что такое невротическая проблема затем мы с вами поговорим о том что такое психотерапии как какие изменения вам надо ожидать от психотерапии и какие ошибки чаще всего наши клиенты допускают в ходе работы со своим терапевтом дальше мы обсудим тему которую часто тоже задают на спрашиваю это вопросы по поводу почему я так против интернет сообществ и обсуждение невротической проблемы в интернет сообществах там социальных сетях на форумах и так далее объясню подробно с точки зрения нейродинамики с точки зрения психотерапии затем я расскажу много вопросов про алкоголь про спорт пропитание обязательно да про а почему иногда становится хуже иногда лучше чем это связано а вот и такой интересный тоже хороший правильный вопрос почему я постоянно ищу себе разные болезни и прислушиваюсь к себе вот такая объемная лекция у нас сегодня с вами предстоит так что расслабьтесь получайте удовольствие немножечко я отошел от формата со шторами да но поскольку портал называется невроза мегаполиса я вот сижу в кафе мегаполиса в москве и даже музыка наверное слышно отчасти да вокруг меня достаточно много людей поэтому я буду отвлекаться наверное да так что очень живое такое общение и так поехали для новичков по симптомам и вообще о том что такое невроз значит давайте сразу я буду говорить так когда мы говорим о невротических проблемах мы всегда понимаем следующее что неврозом называется определенная классификация или определенная группа расстройств обратимых которые имеют основные основные три направления своего проявления первая классификация неврозов этот так называемые органные неврозы до или функциональные неврозы которые мы относим к классу телесных жалоб именно так родился термин вегетососудистая дистония хотя на самом деле правильное определение этому на органные невротические расстройства органные я снова орган для особо веселых ребят органы от слова органы да соответственно тут надо это понимать сейчас я расскажу какие основные есть вещи по поводу органных невроз значит основные органные неврозы это функциональные неврозы желудочно-кишечного тракта сердечно-сосудистой системы дыхательной системы легочной и системы общей вегетативной регуляции кожи и иннервации до мелких мелкой иннервации кожных покровов и таких маленьких нервов которые пропускают импульсы от кожи или импульсы к нервам большим нервам вот теперь смотрите давайте подробнее значит а может ли быть а может ли быть значит поехали я для себя выписал основные жалобы которые вы должны знать как понять невроз у меня или не невроз прежде всего неврозом органном сейчас мы об этом говорим называются те функциональные отклонения допустим тахикардия дисфункция кишечника напряженное дыхание вот все все эти жалобы так или иначе должны быть квалифицирована диагностированы врачом вот если у вас нету патологии сердца если у вас нету патологии кишечника желудка легких но есть функциональное расстройство такой как тахикардия в покое а дисфункция желудка или кишечника в ту или иную сторону да там запор или наоборот диарея или боли вздутия несварение всевозможные ощущения жара холода озноба неполный вдох ощущение напряжения в горле как мы его еще называем комом в горле да но при обследовании этих органов и систем нету органической патологии то есть нет нет ашемической болезни сердца нету бронхиальной астмы нету язв нету новообразований нету никаких анатомических повреждений функции органа и и который не может это это повреждение его просто нету и нету болезни но есть функциональное расстройство органа вот это и есть тот самый органный невроз еще к органным неврозам еще относили групп группу раньше профессиональных неврозов так называемая профессиональной дистонизии или профессиональные неврозы они очень интересны мне очень нравится работать, это очень редкие, редкие случаи, но когда они бывают, это очень, как правило, ярко. То есть, раньше была такая классификация неврозов профессионального, невроз пианиста, невроз, там, то есть, неврозы классифицировались, интересно, очень по профессиям, связаны непосредственно с тем, что приходилось делать. То есть, у тех людей, у которых возникал, допустим, невроз, пианиста, это могло быть связано с пальцами, да, то есть, там, пальцы могли терять чувствительность, пальцы могли терять свою функциональность временно, естественно, да, потому что суть внутреннего конфликта этого человека как раз и заключалась с его родом деятельности, да, то есть, профессиональные неврозы органные, они были очень четко связаны с работой и с образом, и с отношением к этой работе. Это очень интересно изучать, недостаточно несложные в своей этиологии, в своем патогенезе, но работать с ними очень интересно, потому что видно, как психический аппарат выстраивает защиту от работы или от сферы деятельности, в которой человек находится, и поскольку сам человек не может принять определенное решение относительно этой работы или сферы деятельности, защитные механизмы, которые описал Фрейд, выстраивают вот такие интересные феномены телесные для того, чтобы человек сам ушел с этой работы или его оттуда увели симптомы. И он ушел оттуда со словами, я не сам уволился, а у меня вот из-за болезни. Это очень интересная штука, но в моей личной практике я хочу вам сказать следующее, что очень много и очень часто симптомы очень схожи с этиологией, сама и патогенез невроза очень часто имеет вот эту основу, благодаря симптому я ушла или благодаря симптому я что-то делаю или благодаря симптому я что-то получаю. Это вообще отдельная тема вторичной выгоды, я думаю, что мы ее затронем, но, наверное, не сегодня, потому что этого уж очень много получится. Вот, так что смотрите еще раз, функциональная невроза это тогда, когда у вас врачи ничего не находят, но орган функционально напряжен в ту или иную сторону. Вот это понятно, да? Значит, у нас есть тахикардия, экстрасистолы, ком в горле, нехватка воздуха, боли, вздутие, диарея, запор, чувство жара, чувство холода, озноб, тремор, чувство нехватки скорой потери сознания, но при общем клиническом обследовании врачи не находят общей патологии. Вот это понятно по телу. Теперь по поводу диагноза ВСД. Вот в основном именно эти органные функциональные неврозы и шифровали советские врачи по терминам вегетососудистая дистония. От слова вегето и сосудистая это как раз и были те самые органные неврозы, потому что во время разработки классификации в Советском Союзе психотерапия и психология была запрещена и нельзя было пользоваться официальной классификацией неврозологии. Соответственно, все органные неврозы функциональные отнесли вот к такой придуманной рубрике вегетососудистая дистония. Именно так учили потом наших врачей дальше, учили поколение, поколение и поколение врачей. И по сей день в 2014 году, несмотря на то, что официально в стране уже новая классификация, где есть четкий невроз сердца, где есть четкая классификация неврозов, несмотря на это, по сей день врачи старой закалки до сих пор ставят диагноз вегетососудистая дистония. Не потому, что они такие плохие, а потому, что они просто ничего больше не учили и не знают. Ввиду этого, у меня вот спрашивают, Леша, когда люди, врачи перестанут ставить этот диагноз, никогда не перестанут, пока не сменится некоторое количество поколений врачей. Когда сменится поколение врачей, которые учат в медицинских институтах, когда на их место придут уже ребята современные, подкованные, уже более образованные, более широким кругозором, с международным кругозором по медицине, да, и будут учить уже новых врачей более широко смотреть на проблемы пациента, имея в виду психологическую основу, тогда все изменится. Ну вот, например, пример. Мне вчера клиентка в группе говорит, приехала, значит, скорая помощь на паническую атаку, сказали, сходите к кардиологу, она пришла к кардиологу, кардиолог померил, значит, давление, сделали УЗИ, сделали ЭКГ, все сделали, 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 все хорошо, органических проблем нет, но есть тахикардия. И кардиолог говорит, ну, значит, у тебя как бы вот эта тахикардия есть, это не есть хорошо, это значит плохо, но почему это, я тебе сказать не могу, надо исследоваться, ложить на обследование, вроде у тебя все как бы хорошо, но непонятно, надо понимать, почему. А вот современный кардиолог сказал бы примерно так, смотри, тахикардия, как функциональная тахикардия, может быть в трех состояниях. Первое, когда ты физически выполняешь какую-то нагрузку, и это естественно учащенный ритм сердца. Второе, когда ты психоэмоционально нервничаешь и переживаешь, радуешься или боишься, это тоже тахикардия. И третье, если у тебя есть органические особенности проведения нервных импульсов в теле, там есть такие нервные центры, нервные узлы, и есть нервы основные, по которым проходят нервные импульсы. Бывает так, что нерв проходит ближе к нервному центру, и сердце иннервируется более, чем обычно. Это особенность анатомии сердечной, и там как раз проводится действительно терапия водителями пульса, и терапия такая, которая называется абляция, это хирургическое вмешательство, и прижигание этого нерва, переиссечение этого нерва, для того, чтобы по нему не шел лишний импульс, и сердце лишний раз не функционально не разгонялось. Вот этим работает, вот то, что я вам сейчас сказал, этим оперирует кардиология. К сожалению, почему-то современные, вот старые даже закалки врачи-кардиологи, они не могут понять следующего, что если человек приходит к ним с тахикардией, они обследуют сердце и не находят никаких органических особенностей, им почему-то, в том числе и врачам скорой помощи, не приходит в голову предположить, что человек находится в состоянии хронического нервного стресса, хронического нервного переживания, который даже не осознает, и это вопрос к психотерапии. Поэтому товарищи кардиологи и врачи общепрактики, прежде чем класть пациента на обследование, искать у него лишние нервы, лишние синапсы и прочие штуки, может быть, можно ему посоветовать поговорить с психотерапевтом и с психологом на эту тему. Вот это очень важно понимать, потому что очень часто, это когда в 90% случаев эта тахикардия и вызвана, собственно говоря, тем самым внутренним переживанием. В каких сферах обычно возникают неврозы, мы уже говорили, да, а точно вам могу сказать, что они, как правило, не осознаны. То есть это сфера профессиональная, это сфера личностная, это сфера интимной жизни, это сфера личных успехов, это сфера того, что вас окружает, и теперь я перехожу уже к классификации неврозов, потому что на самом деле по кишечнику, по лёгким всё то же самое, те же самые функциональные отклонения, диарея, дисфункции, обследования проводят гастроэнтеролог, отсутствуют язвы, отсутствует новообразование, отсутствует донхиальная астма, отсутствует новообразование в лёгочной системе, но есть функциональные жалобы на это. Всё это опять же говорит об функциональном неврозе, где затронута вегетативная функция, потому что у человека в жизни есть определённые проблемы в определённых сферах жизни, которые он не осознаёт, не понимает. И тут его пытаться лечить и пытаться его как-то направлять на новые, новые, новые обследования, да, поэтому к лабиринту и коридору медицинскому абсолютно бессмысленно и очень дорогостоящему. К тому же это является ещё косвенным подтверждением, что он болен, что болезнь какая-то страшная, её не могут найти, потому что то этот врач, то этот, то этот. У всех странные лица, у всех какое-то задумчивое лицо, и никому почему-то из этих умных мужчин и женщин не приходит в голову почитать психосоматику, почитать психотерапию и прочитать вообще рубрику неврозы. И вот, к сожалению, здесь есть большая проблема. Так вот, что ж такое невроз? Вкратце. Первый определил невроз Уильям Хален ещё очень-очень давно, более 200, по-моему, даже лет назад, или 150, не помню. Но существует много определений неврозов исключительно из той сферы психотерапии. Давайте я сейчас вам такой собственный какой-то микс из этих всех определений, да, что в принципе невроз. Давайте определим невроз в трёх направлениях. Функциональный – это органный невроз, о котором я вам сейчас рассказал, это фобический невроз и поведенческий невроз. Вот функциональный невроз, будет звучать определение так, что невроз функциональный – это нарушение деятельности и регуляции какого-то органа или системы, при обследовании которого не находятся патологии упомянутого выше. То есть, сердце и прочие системы не болеют, но функциональное расстройство есть. Это будет органным неврозом. А дальше у нас есть жалобы такие, как страхи за собственное здоровье, за собственные органы какие-то конкретные, да, за местоположение, где куда-то я пойду и что-то случится. А если я буду делать это, что-то произойдёт. Страхи по поводу собственного поведения, страхи по поводу отношения к самому себе, что я могу сделать, да, и так далее. Вот эта классификация называется неврозы навязчивых состояний или фобические неврозы. К ней можно, их можно описать в принципе так, что человек начинает повышенно тревожиться за собственное здоровье и за собственные мысли, не имеющие на то объективного подтверждения. То есть, человек говорит, допустим, ну как это можно объяснить? Человек выходит на улицу, много десятилетий, ездит в автобусах много десятилетий, в метро много десятилетий или, допустим, кушает там, я не знаю, макароны много десятилетий. И вдруг с началом невротического состояния он перестаёт есть макароны или перестаёт ездить на автобусах, потому что начинает думать, что там с ним что-то случится или случится аллергия от этих макарон. Вот это как раз и есть не объективно. И вот этот невроз навязчивых состояний тоже очень много классифицирован. Там есть разные рубрики, подрубрики. Он очень широкий, самый широкий, он фобический, навязчивый, обсессивно-компульсивный. И обсессии в доминансе, и в компульсе, как ритуалы. И поведенческие здесь же сразу идут неврозы. Это неврозы навязчивых состояний из этой же рубрики, только отдельной, так скажем, подтемой, когда человек жалуется у нас на поведение. То есть, ритуалы. Переставляем чашки с места на место, перешагиваем, проверяем свет, свет, двери, ручки, делаем странный ритуал очищения собственных рук, квартиры и так далее. И этот невроз можно определить как поведение человека, повторяющегося ритуального характера, не имеющего на это объективной логики и обоснования. То есть, ну зачем проверять, допустим, ручки машины 20 раз вокруг нее ходить? Или зачем мыть квартиру, допустим, 10 раз в день, когда это можно делать гораздо реже? Вот, поэтому в целом определение неврозы вы поняли, что нет органической патологии на ее жалобы, есть страхи, но нет на это объективной причины. И есть какое-то поведение избегающее или ритуальное, не имеющее на это объективной подоплеки. Вот все это в целом и называется рубрикой неврозы. Теперь я думаю, что вы уже поняли. Теперь вопрос, а теперь просьба к вам, кто пишет мне на спрашиваю.ру. Ребят, я не ясновидящий, и я не могу по вашим буквам ответить на вопрос, почему это у меня, а что со мной. Это невроз или это не невроз, или это может быть от этого, или это может быть от этого. Чтобы ответить на ваш вопрос конкретно, я должен с вами познакомиться, я должен задать массу уточняющих вопросов, я должен построить собственную гипотезу, исходя из ваших особенностей личности и исходя из ваших особенностей личности и моей проверки, себя же уже понимать, почему именно вы конкретно к этому пришли. Теперь переходим вот это понятно, да? Потому что я не могу сказать, от чего это у вас. У меня тахикардия, Алексей, от чего это? Ну, это абсолютно нелогичный и неправильный, неправильная постановка вопроса. Или, а может ли быть у меня это от этого? Я совершенно не знаком с вашей жизнью, я совершенно не знаком с вашим характером, с вашей личностью, с вашими обстоятельствами. Вот когда я это узнаю, вот тогда я уже смогу сказать, что вот так, так и так. Ну, там уже и вы сами скажете себе на все вопросы. Теперь переходим плавненько ко второй теме. Что же такое психотерапия, как она работает, основные ошибки наших пациентов. Ошибок много. Прежде всего, ошибки связаны с незнанием и с низкой информированностью. Поэтому, кстати говоря, на первом этапе моих студентов я вот учу и помогаю им, когда они работают со своими клиентами, это двигаться в определенных этапах со своим клиентом. И вот один из этапов работы с пациентом это информирование пациента самого. Потому что в условиях информационного такого неправильной подачи информации со стороны врачей, со стороны интернет-сообщества люди получают очень неправильную, зачастую очень противоречащую информацию, особенно это касается именно темы ВСД. И тут они настолько сильно путаются, что задача грамотного психотерапевта сначала правильно образовать клиента. Рассказать ему, что такое инфаркт, что такое инсульт, что такое болезнь, что такое онкология, что такое всевозможные клинические болезни. Как они проявляются, как они образуются, почему человек умирает от инфаркта, почему человек умирает от инсульта. И когда у человека появляется естественное научное обоснование и образование фактически, он уже начинает логически понимать, что он не имеет возможности умереть от инфаркта или умереть от инсульта. Ну, давайте такой банальный пример с агорофобией. Наверняка это вопрос многих интересует. Ну, вот смотрите, как обычно выглядит элемент моей работы с клиентом с агорофобией. один из элементов. Моя задача объяснить человеку на первом этапе терапии агорофобии в том, что твой головной мозг, твои сосуды, твоя гортань, твои легкие, твое сердце, твой кишечник, желудок и прочие органы и системы не имеют глаз. Они не видят, где ты находишься вообще. У них есть просто задача выполнять собственную функцию, либо насосную, либо выделительную, либо впитывающую, либо переваривающую. Органы абсолютно располагаются так, что они совершенно не имеют никакого отношения к внешней среде абсолютно. Они абсолютно не видят твою внешнюю среду. Где ты находишься? В деревне, в городе, в автобусе, в машине, в самолете, в подводной лодке или еще где-либо. Они этого не видят. Поэтому логика «мне вот дома нормально, а возле 18-го подъезда мне станет плохо, потому что у меня случится инфаркт», она абсолютно не выдерживает никакой критики. Потому что твое сердце не может увидеть, что ты возле 18-го подъезда. Твой кишечник не может увидеть, что ты в метро. Это может увидеть только твое понимание. То есть получается, что если ты пойдешь с закрытыми глазами и не будешь знать, что ты вообще идешь или где-то находишься, то у тебя не будет твоих страхов. Поэтому на первом этапе вот как раз вот эта вот первая логическая ошибка агорофоба, что именно там у меня случится что-то, вот эта вот уверенность, она должна быть обоснована и объяснена именно с точки зрения органики. Дальше там потом идут всевозможные поведенческие моменты и другие логические обоснования, но я вам просто объяснил такой маленький элемент. Так вот, смотрите, что такое психотерапия? Ошибка первая. Большинство наших граждан СНГ и бывшего Советского Союза психотерапия, вот это слово терапия, оно как раз многих ставит в заблуждение. Психотерапевт, психотерапия, пациент, терапия. Вот эти все терминологии, они ставят человека немножечко в заблуждение. Объясню почему. Потому что люди привыкли, что слово терапия, оно относится к медицине. А медицину люди привыкли понимать, как процесс, где вы приходите ко врачу, потому что у вас что-то болит, вам ставят диагноз, вы приносите свое тленное тело либо в кабинет, либо на койку, вам дают какие-то препараты, делают какие-то манипуляции, например, стоматолог, да, и вы никакого отношения, по большому счету, не имея к этому процессу, выздоравливаете. Вот так вы привыкли лечиться. То есть, если у вас насморк, если у вас простуда или грипп, максимум, что вы сделаете, это пойдете в аптеку, купите себе какие-то таблетки, препараты, пропьете, и вам станет легче. И вот здесь как раз очень большая, ребята, ошибка. Психотерапия вообще никогда так не работала, не работает, а работать не может, потому что психотерапия – это совершенно другая история. Давайте разбираться. Вы должны понимать, первое, что то, что с вами происходит телесно, вот это один из этапов первых работ с пациентом, чтобы пациент понял, что то, что с ним происходит телесно, то, что с ним происходит эмоционально, то, что с ним происходит поведенчески, вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, телесные, эмоциональные, фобические, навязчивые и так далее феномены – это не какая-то болезнь, которая от него не зависит, это не какие-то жалобы и симптомы какой-то странной болезни, а это конкретное, естественное проявление невротического внутреннего конфликта, который находится внутри его личности, а эта личность конфликтует с какой-то объективной реальной действительностью. И клиент это никогда на первом этапе не понимает, то есть он не связывает свои симптомы телесные, эмоциональные, поведенческие, с какими-то конкретными жизненными обстоятельствами, например, с мужем, с женой, с работой, с личным успехом, с отношением к себе или с отношением к другим. Он это не связывает, он как бы косвенно где-то там что-то понимает, что там что-то не так, но он не придает этому значения, потому что считает, что у него проблемы с каким-то органом или с какой-то системой. Врачи разводят руками, и он считает, что это какая-то неизведанная болезнь. И вот здесь как раз на первом этом этапе нужно очень грамотно и правильно с этим работать, чтобы клиент научился связывать конкретно образование собственного в кавычках симптома с конкретными переживаниями в жизни по конкретным объективным обстоятельствам. И вот если вы этот мостик построите у клиента, то считаете, что вы очень сильно уже продвинулись в ходе терапии. Пока клиент не связывает это со своими отношениями в жизни и продолжает верить, что у него есть какая-то симптоматика или какая-то болезнь в виде ВСД или еще чего-то, от которой надо лечиться и исцеляться, он будет топтаться совершенно не в ту сторону, потому что его защитный механизм как раз его туда-то и уводит. Поэтому, коллеги и мои студенты, еще раз вам напоминаю, всем желающим, что первый важный этап – это научить клиента понимать суть, допустим, тахикардии с конкретными обстоятельствами и мыслями вегетативного напряжения и конкретных обстоятельств в жизни. Точку начала, точку образования симптома, актуализации симптома, то, как это поддерживается, какие обстоятельства этому способствуют, это поддержание этой проблемы. И вот если у вас получится на первом этапе вот этот вот момент провести, то все остальные этапы вы с клиентом пройдете гораздо более успешно и быстрее, потому что вот этот момент, он очень важен – связать обстоятельства и состояние. Затем, конечно, мы будем работать с тем, чтобы пациент понял, что вы никак, что его вот эти жалобы, как телесные, так эмоциональные, так и поведенческие, никаким образом не угрожают его здоровью. И тут уже пошли у нас конкретные упражнения, техники, экспозиционные техники, мыслительная работа, когнитивно-поведенческая. И вот потом, этап за этапом, то есть, в принципе, все технологично достаточно, но эта технология подстраивается под конкретно каждого человека в отдельности. То есть, нет такой технологии, которая подойдет каждому. Поэтому любая технология, вот, допустим, мой DVD-диск и моя серия вебинаров, мы там вот об этом говорим, что я вам показываю основные элементы, основные компоненты, основные ингредиенты. А ваша задача из этих ингредиентов – составить для себя непосредственно то, что вам нужно, отщепить то, что не нужно, и взять то, что вам нужно. Тогда это будет эффективно. Вот. Вот что такое психотерапия. Продолжаем по поводу этого вопроса. Поэтому ошибка пациента в том, что они ходят на занятия к психотерапевту и ждут, что их отпустят или они выйдут из невроза. Вот это очень большая проблема. Скажите мне, пожалуйста, вы помните, когда у вас умирало домашнее животное или близкий человек, вы мне можете сейчас назвать конкретный день и час, когда вы перестали думать об этом животном или об этом человеке? Когда вы его отпустили, когда вы перестали плакать? Конкретный день и час никто не назовет. Вот точно так же с психотерапией. Вы мне никогда не скажете, и мои пациенты никогда не скажут вам конкретный день и час, когда они поняли, что им как-то вдруг стало легче. Они это говорят примерно так. Леш, ты знаешь, я вот сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что я поступала как-то необъективно. Я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что мыслила я совершенно неправильно. Я сейчас смотрю на свою жизнь, мне стало гораздо проще. Но это не случилось вот так, знаете, она утром проснулась, и у нее какой-то рубильник в голове пересчелкнулся, и это показатель излечения. Потому что люди привыкли, что у нее была температура 39, утром проснулась 36,6. О, круто, помогло. А вот в терапии, психотерапии так не бывает. Это процесс достаточно растянутый во времени, потому что механизмы осознания, принятия, смирения, альтернативного видения, альтернативных мыслей, новых поступков, он достаточно растянут во времени, и вы не должны ставить, предъявлять к себе вот такую проблему, что а сегодня мне как? А я сегодня вылечилась? Ой, нет, у меня опять тахикардия, значит, я не вылечилась. А как я себя сегодня чувствую? А мне лучше? Вот этого не должно быть. Вы занимаетесь и занимаетесь без требований к себе по вопросу сроков, по вопросу, когда мне станет легче, а когда у меня пройдет, а когда, видимо, я ничего не понимаю, видимо, мы куда-то не туда идем, а может быть, мы туда идем, а может быть, медленно идем. Вот это лишнее обдумывание, оно очень сильно вас тормозит. Вот, поэтому психотерапия – это не исцеление какого-то… Это не исцеление, когда вы приходите к врачу, он что-то вам поколдовал, 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 мочой на вас побрызгал, и вы вылечились. Это ваш процесс. И психотерапевта задача, вот эта, да, важная, основная, это не указывать вам, чего делать, и говорить, ты знаешь, тебе надо это, 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 и ты заболел, потому что у тебя. А это понятно, в психогенезе вы должны об этом поговорить с психотерапевтом. А когда уже речь зайдет о самой проблематике, допустим, там, в конкретной сфере жизни, то тут психотерапевт уже не будет вам давать никаких советов. Вы уже будете действовать, а задача психотерапевта вас правильно к этому подвести, но действовать вы будете сами. То есть, ну, пример, если у меня девушка или молодой человек не понимал, он считал, что основная его проблема это кардиология и панические атаки, и с некоторым временем он понял, что его тахикардия и его панические атаки возникают при определенных условиях, при определенных условиях они возникли из-за конкретных обстоятельств, он их понял, он понял, почему именно он к этим обстоятельствам так отнесся. Вот некоторые умники в интернете пишут, у всех же есть стрессы, но не у всех есть невроз. Почему вы так говорите? Конечно, стресс есть у всех, а невроз не у всех. Объясню, почему персонально для вас. Потому что невроз – это не стресс. Невроз – это форма реагирования на определенные обстоятельства. А реагирует конкретно этот человек конкретно на эти обстоятельства, потому что именно конкретно эти обстоятельства конкретно в его жизни противоречат конкретно его убеждениям и конкретно его установкам. А эти конкретные его убеждения и его установки взяты в конкретно его детских отношениях с конкретно его родителями. А конкретно его родителей это родители это люди которых воспитал конкретно ваш бабушка и дедушка. То есть все очень эксклюзивно. Вот так можно сказать. Понимаете? Каждый невроз и каждая проблема человека она очень эксклюзивна. Она не она не типична. Она достаточно ее можно уложить в некую классификацию, но тем не менее она эксклюзивная. Поэтому терминология фразы, что неврозы от стрессов оно как бы косвенно правильно. но простите для кого-то ноготь сломать утром это стресс и повод считать себя полным ничтожеством. А для кого-то как бы это совершенная мелочь. Поэтому дорогие мои кто говорит что не от стрессов дело не в стрессе а дело в том что дело в реакции на отношения. Для кого-то отношения на работе это такой это такой дикий стресс грубо говоря и такой противоречий из-за чего она выходит в панические атаки чтобы уволиться с этой работы. А весь отдел к этому начальнику относится ну как-то по-другому. У нее этот начальник вызывает прямую ассоциацию с матерью или допустим прямую ассоциацию с тем что она считает себя неудачницей или у нее не получается. А у всего отдела такого нет. Хотя начальница объективно относится ужасно ко всем допустим. что же конкретно у этой девушки конкретно проблемы с мужем. У нас простите у полстраны проблемы с мужьями но ничего как-то не у всех же невроз правда а вот конкретно у этой девушки есть проблема невротическая потому что ее панические атаки дает ей косвенную такую штук что муж стал относиться к ней более мягче и более и более лояльней. А почему? Потому что именно для нее это очень важно. А почему? Потому что именно конкретно в ее детстве были конкретные отношения с папой, где зародилась вот эта потребность от мужчины. И именно поэтому конкретные проблемы с этим мужем, конкретно с этой девочкой возникает невроз, как метафора получить ту самую любовь и заботу, которая так важна. Поэтому поняли, что проблемы есть у всех, но каждая проблема, она очень эксклюзивна. И реакция на эту проблему тоже очень эксклюзивна. Вот это вы должны были... Я надеюсь, что я вам объяснил. Значит, идем дальше. Поэтому еще раз подытожим в эту часть. Мостик нужно провести, что ваши симптомы телесные, эмоциональные, поведенческие, это не какая-то странная болезнь, которой вы заразились, от которой надо вылечиться и ждать, пока вы вылечитесь. Это конкретная ваша реакция. Это ваша реакция на какие-то сферы жизни. И моя работа помочь вам разобраться в мишенях психотерапии хотя бы. Если вы поймете хотя бы мишени, уже будет круто. То есть, те самые мостики конкретных жизненных обстоятельств и конкретных ваших симптомов. Если пациент работает с психотерапевтом, который... Есть такие методики, современная психотерапия, которая не рассматривает это в виде проблемы. Рассматривает проблемы только симптомы. Ну, допустим, страх за сердце. Условно говоря, да. И с помощью поведенческой, допустим, только поведенческой, простите, почешусь, чешется, именно поведенческая терапия, допустим, только сухая, она поможет человеку научиться не бояться, допустим, тахикардии. Как новый навык не бояться, потому что приобрелся навык бояться, да. Но человек, обретя новый навык не бояться сердца, скорее всего, переключится на какие-то другие страшилки, на какие-то другие защитные механизмы, понимаете. Почему? Потому что человек не связал в своей голове, почему у него такие невротические проблемы и симптомы, и он не связал, в каких обстоятельствах это возникает. Ну, например, что это за болезнь такая, объясните мне, где, допустим, у человека температура 38, дома температура 38, на улице ее нет. Или, например, дома температура нет, на улице вдруг появляется. Что это за зуб такой, который дома не болит, а вот на работе начинает болеть. Или, например, что это такая за болезнь, где человек просыпается утром, его вегетативно уже хреново, у него тревога, ему тяжело, а вот в выходные просыпается гораздо лучше, правда. Что это за болезнь такая, где к вечеру, когда муж приходит домой, становится значительно хуже. Что это за болезнь такая, когда начальника нет в офисе, вам хорошо, а когда начальник приезжает в конце квартала на проверку, вам становится значительно тревожнее спать. То есть, научить клиента видеть определенные взаимодействия своей жизни и своих симптомов – это ключевой секрет работы в моем подходе, в котором я учу моих студентов и ребят, которые хотят у меня учиться и со мной вместе развиваться. Значит, теперь по поводу моего отношения к интернет-сообществу. Я совершенно не против интернет-сообществ, я сам отсюда, собственно говоря, и вышел, и благодаря интернет-сообществам, и благодаря таким порталам, как YouTube, и таким порталам, как социальная сеть ВКонтакте, я, собственно говоря, и вы смогли увидеть то, что я для вас сделал. Поэтому я очень положительно отношусь к современному развитию. Теперь, как это связано с неврозом и с моим негативным отношением к форумам и социальным пабликам на эту тему. Смотрите, если бы взять такого человека, допустим, с кардиофобией, и только, вот только с кардиофобией, и его ограничить искусственно от знаний, которые можно получить в интернете, ну, например, от форумов ограничить, он бы никогда бы не узнал, что такое аллергия, он бы никогда не узнал варианты развития аллергических реакций, он бы никогда не узнал варианты шизофрении, там, диагностики, диареализации. То есть он бы не узнал огромное количество разнообразий страшилок, которые описываются в интернет-сообществах. А теперь смотрите, в чем фишка. Невроз – это психологическое состояние, где вот эти страхи за сердце, за кишечник, они человеком создаются самим для определенных задач. Ну, например, отложить решение, искать в себе болезнь, чтобы не решать главную проблему своей жизни. И получается, чем больше вы читаете в интернете вариантов на тему «как может быть», тем глубже вы себя закапываете в эту проблему. Потому что если бы проблема была только в кардиосфере, ваш психотерапевт быстро бы решил проблему кардиосферы и пошел бы работать в центральную тему конфликтных отношений, например, в семье, откуда-то, собственно говоря, невроз ты и вылез. А если вы постоянно обмениваетесь мнениями, там, Сашкой, Смашкой, Смашкой, Сережкой на тему того, как у вас там и как, и что, и что, вы, во-первых, продолжаете верить в наличие некой болезни, которая никак не связана с вашими обстоятельствами, а верите в некую идею о том, что это ваша особенность, о том, что это болезнь, которую никто не может лечить, и что вы такие особенные и так далее. Потому что действительно у вас есть такая задача считать себя неким больным человеком, неким особенным, у которого вот благодаря этой особой болезни не удалось как-то в жизни и как-то что-то не получается. Поэтому люди, которые понимают это и которые хотят действительно работать над своими симптомами, чтобы их больше не было над своим характером неврозом, они не перечитывают всего этого, удаляются и работают над собой. Им становится гораздо лучше и гораздо быстрее они добьются результаты. Если вы работаете, допустим, с вашим психотерапевтом и являетесь активным пользователем таких вот интернет-сообществ, где люди делятся своими жалобами, то я вам даю стопроцентную гарантию, что у вас ничего не получится. Вот почему? Потому что у вас постоянно идет вот этот вот вариант, а если у меня там, а если это все-таки не то, а если не лечится, а вот вспомни там историю ромашки 24, она ходила-ходила, а ей не помогло. А вот ромашка 84, 2, 0, вы не знаете, кто эти люди, откуда они, что они пишут, почему они пишут и так далее. Но тем не менее, почему именно у ромашки 24, 2, 0 ничего не помогло. Может там шизофреник, знаете, какой-нибудь сидит и глумится над всеми и так далее. Поэтому здесь надо понимать, что вот чем больше вы читаете про варианты аллергии, астму, задыхания, тетет, тем больше вероятности при возникновении вегетативной реакции, что вы подумаете ой а вдруг у меня вот так поэтому я к интернету отношусь очень благосклонно но проблема именно в большом количестве того что мои клиенты на себя навешивают сами то есть ко мне приходит допустим парень и здрасте у меня одериал тататым 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 я город и откуда вы этого считаешь так ну как мне в ней в интернете на форме мне вот я почитал мне сказали что да у тебя одериалы храк то сказал но там какой-то там железный человек сказал что у меня дерил ягону передай привет железному человеку бритья нет реализации у тебя просто общая неврастение как синдром переутомления синдром хронического переутомления неврастение есть такой неврус до у него есть конкретное проявление но де реализация это конкретика искажение предметов цветов форм ощущений там и так далее многие путают например вот это самая частая история про дериализацию что то вот это вот некоторое отсутствие, это решенность, они называют дереализацией. Вот это обычная астения, когда человек отсутствует, как бы у него внимание падает. Он как бы сидит здесь, а как будто он куда-то залипает, да, как будто он ходит по магазину или какому-то там по улице, а он как будто спит. То есть он как бы не обращает внимания на то, что происходит вокруг, да. Это не дереализация, не деперсонализация, это просто форма защитного механизма, где вы, ваша психика настолько переутомлена, что внешние раздражители, они как бы перестают для вас быть яркими, потому что уже настолько психика перенапряжена определенной проблемой, что эти обстоятельства, эти раздражители просто вами не читаются. И вы как бы в такой, это похоже на немножечко глубинную медитацию, вот это астеническое чувство такое, да. Это такая, знаете, глубинная медитация, когда кто-то прошел, кто-то что-то спросил, там как что-то происходит, а вы как бы в себе, вот это глубинное состояние такой, ну, в кавычках, да, полумедитации, это не дереализация. Дереализация это будет тогда, когда вот вы смотрите на объекты, а они вам кажутся ненастоящими, как будто они нарисованы, как будто цвета поменялись, они не сочные, они искусственные, как будто вы находитесь там в каком-то домике и поставили пленку какую-то, да, и это все нереальное. Вот здесь можно говорить о дереализации, ну, примерно 50 на 50, поэтому тут надо очень четко подходить к диагностике. В интернете диагнозов не ставят и нельзя и на форуме искать себя, что со мной, забивать симптомы, свои жалобы, да. Я вам могу сказать, что, допустим, такая жалоба, как тахикардия, присуща нескольким сотням заболеваний, вообще не связанной с неврозом. Допустим, такой симптом, как тревожность, присущий еще большому количеству органических заболеваний. Такой симптом, как, допустим, повышенная температура, присущая огромному количеству заболеваний. Такой симптом, как, там, еще что-то, там, боли всевозможные и так далее. То есть вы должны понимать, что нельзя. Или, допустим, слабость. Такой симптом, как слабость, тяжелая голова, апатия, потеря аппетита. Это тысячам заболеваний присущи. Тысяча. Но почему-то вы уверены, что именно то, что вам написали на форуме, это правильно. Поэтому, если вы придете на медицинский форум и напишите врачу или консультанту свои жалобы, вы увидите, а это вам не понравится, знаете-ка, когда вот я или когда мои коллеги так отвечаем. Это профессионально, но вам это так не нравится. Вам же нужно более конкретно, чтобы вам конкретика должна быть. А профессиональный врач не может вам конкретно объяснить. Смотрите, человек говорит, у меня то-то, 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 то-то. И на медицинском форуме задает вопрос. Ему врач отвечает, здравствуйте, Василий Васильевич. Возможно, вы описываете то-то, то-то, возможно, нет. Для более точного понимания, что именно с вами, мне нужно провести высокоточное исследование. Или чтобы вы пришли с анализами на консультацию, чтобы уточнить там, где-то пощупать, где-то послушать, где-то посмотреть анализы. И вот некоторые люди говорят, вот нет, они тащат в клинику, чтобы вытащить бабло. Ну, каким надо быть идиотом, чтобы так подумать? Ну да, он тащит вас в клинику. Но потому что человек задает вопрос, что с ним, врач или консультант может сказать, что с ним, непосредственно задав много уточняющих вопросов, взяв где-то анализ. Понимаете, у меня, простите, капает откуда-то там, да, но вот человек задает вопрос. А что со мной? Врач и там этот самый, как он называется там, дерматолог-минеролог, он не знает, почему это у вас. Может, это у вас там от этого, может от этого, может быть, ещё от этого. Для этого нужно взять конкретный там исследовательский мазок на флору, т.т.т. Узнать, какие микроорганизмы. И только тогда назначить терапию. Он меня зудит в левом ухе. От чего это может быть? У них нервы, узнать, на чего это у тебя может быть. Может, у тебя вода попала, надо посмотреть ухо, надо посмотреть, что там, взять мазок. И опять же, поэтому у меня вот что это, от чего это может быть? Это вот, перестаньте задавать такие вопросы в интернете. Или забивать у меня это, 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 это и читать. Ага. Это может быть от этого, это может быть от этого, а это может быть... Значит, у меня вообще... Да вы вообще, в принципе, можете смело предсвоить себе всю медицинскую энциклопедию сразу, моментально. Потому что нету людей, которые подходят под здоровье. Вообще нету понятия здоровья. Есть тельные отклонения, просто есть некая вилка. Есть вилка минимум, есть вилка максимум. Всё в середине называется здоровьем. Понимаете? То же самое анатомическое сердечное строение, блага до левой ножки пучка гиса, она является особенностью анатомии. Или, допустим, там, я не знаю, положение сердца относительно оси. Вот есть разрешённый минимум, ниже которого является сильная патология, и разрешённый максимум, выше которого является тоже органическая патология в размерах, допустим, анатомии. Всё в середине, это является нормой. Посмотрите ваши листы на анализах, там написано от 0,3, допустим, до 0,7. Это нормой считается. Поэтому 0,4, 0,6 – это норма. Если у вас написано, что у вас там, допустим, то-то, то-то, это 0,6. Вот, допустим, такая жалоба, как синдром Жильбера. Допустим, человек сдаёт анализ на гепатит или на билирубин, и у него повышенный билирубин. И все такие, ой, у меня повышенный билирубин, ебицкая сила, что же с этим делать? У меня синдром Жильбера, и всё, значит, пипец, теперь у меня, значит, что-то страшное. А человеку даже не вдомёк, что синдром Жильбера – это врождённая особенность регуляции пешечной функции, печёночной функции, где действительно есть такая особенность со свободным билирубином, но это не гепатит. Это особенности определённые его, и он с этим родился, он с этим живёт, это его особенность. У него желтухи нету, ничего нету, просто это такая особенность. То же самое, что, допустим, у меня тёмная кожа – это особенность моего коллагена. Это особенность моей мамы, это особенность меня, потому что от мамы это передалось. Допустим, мама у меня спринтер, у меня от неё передались определённые конституции, мышечная координация, красные волокна и так далее, понимаете? Есть особенности, которые вам присущи, и не надо из этого делать какую-то такую сказку и искать в интернете, что же со мной. Поэтому я вам ещё раз хочу сказать, что если вы хотите действительно работать над своим неврозом, а невроз – это ваш характер, и перестать придумывать всякие страшилки, перестаньте советоваться в интернете и читать, как у кого происходит и откуда чего течёт, капает и так далее. Иначе вы обречены. Вот я вам серьёзно говорю, это без шуток. Я не знаю человека, который продолжает тусоваться и консультироваться в интернете на эту тему, который смог понять и осознать, что с ним происходит. Не знаю. Знаю много людей, которые перестало, и вот у них всё получается. Так, идём дальше, значит. И теперь самые популярные вопросы. Такие, они тоже достаточно объёмные. Значит, начнём с алкоголя. Сразу вам сейчас скажу, а то многие там умники скажут, что Красиков пропагандирует алкоголь. Я не пропагандирую алкоголь. Я не прошу вас пить каждый день и вообще за здоровый образ жизни. Но, коль уж вопросов много про алкоголь, объясню, в чём невротическая ошибка с алкоголем. Многие считают, значит, следующее, что по вопросам, да, значит, первое, я выпью алкоголь, у меня начинается паническая атака. Второе, я выпью алкоголь и на следующий день переношу хуже похмелья. Вот это два типичных вопроса, которые часто задают. Отвечаю, значит, смотрите. Алкоголь сам по себе не способен вызвать паническую атаку и вегетативную проблему. Происходит следующее. Смотрите. Значит, вы считаете ошибочно, что алкоголь это вызвать может. И когда берёте алкоголь в руку, уже нервничаете. Выпиваете и происходит следующее. Чаще всего у таких людей очень завышенная функция контроля. То есть, они стараются всё контролировать в своей жизни, чтобы только не от чего-нибудь там. Допустим, не произвести плохого впечатления. Или только бы не расслабиться и что-то не было. То есть, у них повышенный контроль такой очень сильный. А поскольку алкоголь как раз призван снимать механизмы контроля, выпивая алкоголь, эти механизмы контроля начинают слабеть. И человек от этого начинает бояться. Симптомы этого страха. Он начинает считать каким-то приступом и считает, что у него от алкоголя какой-то приступ. Хотя на самом деле он просто боится ослабления контроля. Вот и весь ваш приступ. Вы просто считаете, что вот это ослабление контроля для вас чем-то опасно. И это и вызывает у вас такую паническую историю. Иногда ошибочная логика заключается в том, что сам алкоголь что-то делает такого, что у вас возникает паническая атака. Нет. Это исключительно либо вера в это, либо вот это снятие контроля, где вы вдруг начинаете отключаться и более спокойно к контролю относиться. Но вы же не можете. Вам же нужно всё контролировать. И вот здесь начинается проблема. А не от самого алкоголя. От ваших мыслей об алкоголе и о мыслях о том, как он действует. Он вас расслабляет, по стране от этого кайфу, и с утра стакан весь день свободный. А вы напрягаетесь, потому что должны быть очень контролируют всё. У вас всё должно быть под контролем. Знать всё и вот всё держать вот в своих вот руках. А если вы выпили и чуть-чуть расслабились, ой, как же так, а вдруг я сейчас пукну ненароком, и что-то случится. Вот это как раз будет проблемой, вызывающей страх. Второй вариант с алкоголем – это тогда, когда вы говорите, я приношу хуже похмелье. Значит, смотрите. Да, действительно, само похмелье – это отравление продуктами распада алкоголя. Не сам алкоголь является проблемой. Проблемой является то, что получается из продуктов распада алкоголя. Вот там как раз яды, которые и отравляют организм. Поэтому, если вы выпиваете много водки, большое количество продуктов распада алкоголя и отравляют ваш организм. Значит, поэтому любое похмелье переносится плохо, если вы перебрали, не умеете пить. При неврозе происходит следующее. Во-первых, да, действительно, ваша вегетативная система и так достаточно напряжена. И на эту напряжённую вегетативную систему ещё лишнее отравление. Никому лучше от этого не будет. Это правда. Это честно. Но чаще всего происходит ещё следующее. Что вы думаете о том, что вам это опасно. Вы себя за это вините. Зачем же я перебрал? А что же со мной теперь будет? Я же больной на всю голову в СД. Как же я теперь буду от алкоголя отходить? Мне так плохо. А если я сейчас умру? А если мне ещё хуже станет? Это же нельзя. А я же пить. Мне же пить нельзя. Что же будет? Пойду-ка я в интернет спрошу. Ой, нельзя же было пить. Ну как же так? И вы начинаете настолько осуждать собственный поступок или настолько бояться этих реакций, что вот этот именно страх и осуждение этого состояния и вызывает у вас ещё большее усиление вегетативной реакции. А любая вегетативная реакция в момент похмелья вам и так хреново, простите, любому человеку. А когда вы в этом хреновом состоянии ещё и нервничаете, то вам ещё хреновее. Вот вам и ответ, почему вам хреновее. Значит, теперь по поводу питания. Это большой вопрос, конечно. Значит, сразу скажу, все программы питания, вопросы, по которым вы мне задаёте, как похудеть, как поправиться, как сделать себя там подтянутым, бла-бла-бла-бла-бла-бла, это всё история персональная, индивидуальная. Сейчас я расскажу основные принципы, которые помогут вам понять суть, но не сделать что-то прорывное такое, да. Значит, я вам скажу так, что как вы выглядите на 90% зависит от того, что вы едите. Вот я могу посмотреть на мальчика или на девочку и примерно сказать, как он ест, что он ест и вообще как он живёт. Потому что ваш организм строится из микроэлементов, которые вы потребляете с пищей. Ваши волосы, цвет вашего лица, зубов, кожи, запах кожи, ваш компонент жира и мышечная плотность. Всё это напрямую зависит от того, как и что вы кушаете. Допустим, возьмём очень рельефного парня, культуриста, да, или фитнес-спортсмена, и он такой в пике формы рельефным. Дайте ему три банки Кока-Колы и посмотрите, что будет с ним через два часа. Вы не узнаете его. Рельеф куда-то денется или там солёные огурчики. Поэтому и только тогда вы начинаете понимать, как съеденные продукты на вас отображаются. Когда вы находитесь в хреновой форме, вы не видите разницы, как организм откликается на продукты, которые вы кушаете. А вот когда вы находитесь в замечательной форме и потом берёте и соблюдаете правильное питание, допустим, да, а потом едите какую-нибудь херню, и вы сразу видите, как у вас пропадает рельеф, пропадает плотность, пропадает и так далее. И пропадает цвет кожи, пропадает настроение и так далее. Значит, теперь смотрите основные правила. Есть секреты, поэтому можно назвать это секретами, которые я вам сейчас расскажу. Значит, первый секрет я вам уже сказал, что 90% вашего самочувствия и кожи, там, волос, запахов и состояния мышц зависит от того, как вы кушаете. Парадокс в том, что даже если вы набрали какую-то форму, а потом перестали тренироваться, да, и, допустим, тренируетесь только раз в три недели хотя бы, да, общий, поддерживаете что-то, но правильно кушаете, сейчас я расскажу как, вы будете в форме, ваши мышцы никуда не уйдут, все будет замечательно, вы будете, они, они действительно, они станут менее в тонусе, но форма основная останется хорошая. А вот если вы прекратили правильно есть или начали есть что-то не из этой серии, или, допустим, перестали есть регулярно, или стали есть какую-то херню, тогда вы потеряете свою форму. Еще раз, потому что то, как вы выглядите, зависит от того, как и что вы кушаете. Это первый секрет. Значит, второй секрет. Если вы хотите поправиться или если вы хотите похудеть, секрет номер один в этой категории. Вы должны научить себя есть только определенные продукты в определенных количествах и в определенное время, не потребляя другие продукты, которые у вас не написаны в день. То есть, если у вас написано 3 контейнера риса, 4 контейнера курицы, это весь ваш день, там, брокколи, там, я не знаю, там, это, это, это. Это не значит, что сожрав все это, надо еще пойти еще что-то съесть. Или, допустим, в промежутках между двумя прямыми пищами пойти заточить шоколадку или выпить баночку колы. Нет. Вот у вас написано 2,5 литра чистой воды, и вы эту воду с собой носите. Вот у вас разложено по контейнерам рис, курица, там, рис, говядина, салатики. Вот это все, это все, что вы едите. Никакой дополнительной конфеты, никакого дополнительного огурчика соленого, никакого дополнительного ролл в кафе вы не едите. Вот если вы это выдержите, вы создадите себе такое тело, которое всегда хотели иметь, если вы будете все время что-нибудь пережирать у друзей в кафе или еще где-то на кухне, там, точить из холодильника, у вас ничего не получится. Значит, это секрет номер один. И называется он дисциплина. Вы можете себя увеличить или себя там уменьшить только тогда, когда вы правильно дисциплинированно питаетесь. Потому что если вы сможете, допустим, потреблять правильное количество того, что я сейчас сказал, вы сможете это посчитать в цифрах. Ну, допустим, вы на протяжении двух недель научились держать этот режим, и вы знаете, что вы потребляете 200 грамм углеводов и 200 грамм... Ну, допустим, вы потребляете 200 грамм углеводов, 100 грамм белка, условно говоря. А ваша задача, допустим, худеть. И вот теперь вы знаете, что вы начнете потихонечку понижать углеводы, убирая порционно углеводы из продуктов питания, да, а плавно повышать белок, то есть дополняя свой рацион белковой пищи. Понижение углеводов создаст дефицит калорий, а повышение белка создаст дополнительную защиту для того, чтобы не происходил мышечный распад. Вместо с этим вы включите кардио, измените стратегию выполнения упражнений, методику в зале, увеличивая кардио, меняя методику в зале, понижая плавно углеводы, повышая плавно белок, вы заставите свой организм включить процесс липолиза. То есть ту нехватку углеводов, которая будет создаваться искусственно в вашем питании, и стимулируя вашими тренировками, вы будете брать из подкожного жира. И вот если вы это выдержите, вы будете такая, как Катя Усманова, такой, как Витя Симкин, вы будете таким, как и вы хотите. Представите, это не сложно, нет секретов, есть просто тупо работа над собой, и тупо вот каждый день одно и то же есть, одно и то же делать. Это очень, честно вам скажу, это очень монотонно и не очень весело. Вот поверьте, я готовился на Россию, где стал третьим в свое время, я готовил многих ребят для хорошей формы, восстанавливал из неврозы, продолжая это много делать. Поверьте, это очень скучно. Скучно готовить себе утром, раскладывать еду по контейнерам. Скучно ее с собой носить. Скучно есть одно и то же. Скучно ходить в тренажерный зал и работать, как папа Карло. Скучно просыпаться и идти на кардио. Скучно делать это кардио вечером. Достаточно неприятно быть постоянно полуголодным. Или постоянно через каждые 2,5 часа идти и есть. Вот мне сейчас, кстати, надо пойти поесть. Это скучно и это очень однообразно. Но только так вы можете достигнуть изменений. Это очень коротко про питание, про основные позиции. Там много вопросов по нутриентам, по соотношениям. Это все индивидуально. Почему мне иногда лучше, иногда хуже? Ваша задача научиться понимать, когда вам лучше. Это сейчас к неврозу возвращаемся. Когда вам лучше, когда вам хуже. Обязательно научиться смотреть, какие обстоятельства жизни происходят в момент, когда вам лучше. И какие обстоятельства жизни происходят тогда, когда вам хуже. Ну, например, загадка вам такая. Я часто в институте студентам своим рассказываю. Две семьи. Значит, женщина, клиентка. У нее там, допустим, дереализация. Таких две семьи. Да, там, допустим, там, я не знаю, там, Ира там и Люся, предположим, да. Обе все, значит, все эти женщины с семьей поехали отдыхать в Турцию. Значит, поехала отдыхать муж, ребенок и свекровь. Одна семья улетает в Турцию, ее там резко отпускает. У нее нет дереализации и тревоги. Другая девушка улетает в том же составе. У нее там все это продолжается. В чем разница? И вот вам задачка. Подумайте, пожалуйста, в чем разница? Почему когда-то лучше, когда-то хуже, когда, в принципе, состав одинаковый? Значит, я не буду сейчас отвечать. Поразмышляйте, попишите комментарии под этим видео, да, поразмышляйте об этом. Это очень важно. Поэтому, потому что вы должны научиться анализировать обстоятельства вашей жизни. Когда вам лучше, когда вам хуже. И это связано не с погодой, и не со звездами на небосводе, а с конкретными, обычными, тупыми обстоятельствами, которые окружают вас. Зайдите в соседнюю комнату, зайдите в соседний кабинет, я не знаю, посмотрите вокруг вашей жизни, посмотрите себе в кошелек. Вам все достаточно типично на самом деле. И задайте себе важные для себя вопросы. И последний вопрос. Почему я ищу в себе разные заболевания? Ищите вы себе разные заболевания, скорее всего, потому, что вам это нужно. Потому что одной из задач невротического фобического расстройства – это уходить в болезнь. Об этом еще Фрейд написал много лет назад, где есть такой термин – уходит в болезнь. Запоминайте, человек уходит в болезнь, особенно в поиск в себе всяких невротических страшилок, потому что он переключается с истинной проблемой своей жизни, в конкретике, допустим, семье, к себе, в отношении с работой, с успехом, на якобы поиск болезни. Под названием «Лучше я буду искать в себе какую-то болезнь и считать себя больным», ну, в кавычках он же этого не понимает, чем посмотрит головой на осветительные проблемы своей жизни, потому что не знает, как их менять. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему вы ищете в себе болезнь, потому что вы не можете решить в своей жизни определенные проблемы и сложности, и вам нужны постоянные поиски этих болезней и обсуждение их в интернете в том числе, чтобы не принимать решения в своей жизни, чтобы не брать на ответственность на себя за эти проблемы. То есть, проще говоря, вы уходите в якобы надуманную болезнь, хотя медики говорят, что болезни нет, но вы постоянно в себе это ищите, это вот канцерофобия, ипохондрическое расстройство, любые другие фобические проблемы. То есть, эти фобические штуки, они не закончатся тогда, пока вы не решите проблему важную в вашей жизни. И вы будете придумывать себе то эту фобию, 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 до тех пор, пока вы не решите главную проблему вашей жизни. А главная проблема вашей жизни – это ваш характер, ваша личность и то, что вас окружает. И в этом и есть моя работа. Я надеюсь, что для вас это было интересно и полезно. Я постарался ответить на популярные вопросы, их как-то развернуть. Многое повторяется, я знаю, но, честно сказать, я основные позиции по неврозам уже рассказал во всех своих лекциях, всё остальное является повторением только в новом ключе, потому что больше сказать вам на самом деле нечего. Мне пора кушать, вам пора усваивать всю эту информацию. Ваш Алексей Красиков, невроза Мегаполиса. Увидимся, до встречи. Субтитры делал DimaTorzok